Всем привет, дорогие друзья, с вами XenAns, и это новый выпуск рубрики 1 на 1, и сегодня же мы решили проверить, кто же сильнее, Леорик или Воид. Друзья, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать эти видосы. Ну а всем остальным, кто подписан, пожелаю приятного просмотра и не буду тянуть. Поехали! Смотри, Антоха, в общем, я беру. У тебя сегодня задача будет интересная. Антоха еще просто не знает. Всем здорово, дорогие друзья, сегодня мы делаем новый контент, рубрики 1 на 1. В смысле, а ты знал, что двое добрать? Как-то угадал. Серьезно. В общем, ребят, будем, будем тестить сегодня. Надеюсь, будет заруба очень жесткая. Ну и что ж, давайте начинаем. У меня колено постоянно вылетает на Леорике, это нормально? Он его обратно отколачивает. Так, ну что, Антонио, ты сюда пришел уже, да? ПТ Аквила, дизармик. Ну и у меня немного по-глупому, наверное, но я не знаю. Я сегодня долго думал, чего мне будет не хватать. Мне не будет хватать атакспида и какой-то живучести, да? Да. Это чисто я буду стоять все в куполе. Ну что ж, друзья, первая драка у нас сейчас будет первой стадии, а потом мы пойдем уже, конечно же, ну как по дефолту. Думаю, правила все помнят, что вот так вот заходить нельзя. Да, сегодня уже какое? Сегодня уже четвертый выпуск этой рубрики. Спасибо, что смотрите. Ну что ж, Антоха, ты готов? Давайте первую зарубу сделаем. Скайтер очков. Поехали. Так, ну ты начинаешь, наверное, да, как обычно? Не, ну ладно, давай я начну. Хватит, не дерись. О, моя ЦМ-ка помогает, слышишь? Ну все, потом напишут из-за того, что ЦМ-ка помогала, ты убил. Опа, у меня на этот не хватает-то. Ну, нельзя, блин. Мне было круто, как купол кидать. В смысле, почему? А, подожди, у тебя уже маны не хватало, наверное. Да, лол. Ну ничего, это первая ошибка, да? Я думаю, просто для себя уже установку сделал, что мне, блин, ну на одну жизнь первую вообще не вариант кидать. Нужно хотя бы его убить один раз, потом. Ну это ЦМ-ка, ЦМ-ка помогла по-любому. Да, по-любому, это, да. Поехали, второй раунд. Итак, друзья, второй раунд, первая стадия, Антоха решил так же попробовать. Мы так, ну, сейчас приценимся, купол он подставит. Я думаю, молот мне второй можно будет кинуть. Третий уже нельзя будет кидать, я тоже сам еще не знал, как это будет сопроходить. Ну и что ж, Антох, ты готов, да? Да. Скайтер очков, поехала. Let's go. Ля, на шоу дота собрался, что ли? Шоу дота? Смотри, вообще пол хп еще так, ну, ладно. Подожди, я безключенного армия подрался, но мне так надо было. Don't walk away. Don't walk away. А как это переорвать? Как это сидит? Ну, я больше молот не могу кидать. Так, стоп. Вот это не надо мне. Ну, это не вариант, потому что армлет дает. А купол ты почему не подставил? У тебя маны нету? Нет смысла. Я все равно не убью. Ну да, получается. Ну, слушай, вот тут только если армлетом, армлетом можно так выиграть. Да. Что-то да, может я поменяю армлет? Хотя, блин, ну Леорик с армлетом, это же имба, реально. Ранней стадии, первая. Ну, я не буду менять, Антох, пробуй что-то делать тогда. Это же морально. Так, ну что, друзья, третий раунд сейчас будет. Походу с третьим раундом у меня будут небольшие проблемы, я буду без маны и плюс я не смогу нормально переормлетить. Нужно будет аккуратно как-то, ну я не знаю, посмотрим сейчас. Ну, сейчас не будет промаха. Да. Пойди. Антоха, ты готов? Да, готов. Выпускайте рачков, поехали. Так, поехали. Ля, все, маны нету. Маны нет, но вы держитесь. Купол, все, гигиэл. Забиваем по куполам. Жизнь, да, вот это все, это гигиэллд. Разумеется, это сработало. Ну так, ну что, давай, что-то сейчас будем придумывать насчет этой темы. Так, ну что, Антонио, я уже подошел, ты че там, готов? Короче, ребятки, пересобрался, попробую как-то манго перекрыть, не знаю, получится нет. Вроде вошли в бюджетик 6200. Ты готов? Выпускайте рачков, поехал. Так, вот этого можно мне? Сразу, пожалуйста. Подожди. Это не было по плану. Не надо было по плану, знаешь, как. Но тут, блин, тоже видишь, такая тема, что я хочу вот этот момент пережить, чтобы убить его и восполнить себе ману и резнуться. А тут пошло не по плану, а немного. А, чуть-чуть уже, да, буквально. Но ты видишь, тоже можешь засейвить эту контору. Видишь, причем. И получается, если я убиваю синего некрономика, то у меня есть возможность нажать манго и восстановить себе ману и заресаться. И тогда убить тебя. Главное не убить его, когда у тебя меньше 600 хитр. Да. Но мой дешат получилось не только по-другому. Ладно, летс гоу, сейчас еще раз попробуем. Так. Ну что, друзья. Начинается у нас сейчас пятый раунд. Да, Антоха? Ты готов? Ведения, я готов. Антония, некрономика, но меня вот такой немного билд. Попробуем, не дадим ему сжечь ману и посмотрим, что из этого выйдет. Ты готов? Да. Выпускайте рачков. Погнали. Эй, заказ с ман... Все, начинаем. Это ведь не запрещено. Нет, мансы не запрещены. Блин, это мне, получается, все силы надо в некров давать. Так, цер... Не, я тут не выживу уже, получается. Не, а уже нет смысла тогда. Так, подожди. Эх, блин, ну вообще... Вот это... Но манга я не успел нажать, не смог просто уже там. Вроде нажал, но не... А все равно не хватило бы. 150 и 163 забрёт. Слушай, ну... На самом деле, вот, как ты собрал некров, очень стало тяжело. Я даже не знаю. Тут под БКБ ты промансишь. Другие артефакты я не успел... Вот с молнией есть ещё шанс такой, знаешь, что ты немного ошибёшься, не засейвишь некра. А я всё-таки смогу потом нажать мангус. Ну и, в принципе, первая стадия у нас завершена. Но, видишь, с некрами у меня шансов вообще нету. Но Void как бы в нормальной игре некра, естественно, собирать не будет. И Void проиграет Леорику. Ну и чё, сыграем один доп, наверное, да? Этой стадии. И перейдём на лейт. Правильно? Да, давай. Как ты думаешь? Вообще, что, какие у тебя мысли по первой стадии? На что сыграли? Ну, вообще без шансов, а по противник, только с первым и третьим билдом твоим. Да, по вторым, да, как ты и сказал, ты можешь переиграть, если ты убьёшь синего и... Да, да, да. Ну, давайте возьмём дополнительный раунд и пойдём уже потом на лейт стадии. Приколола. ВКБ, ну, заказал мадам, знаешь, что такое, побежал. Эээ, жесть. Ну, это не запрещено. То же самое, как и Армлет Гейминг. Так, ну что? Попробую я ещё раз всё-таки, ребят, с молнией, так как дополнительный раунд уже потом долбиться будем. Тихо, один-один долбиться будешь, типа. Будем уже долбиться в лейт стадии. И сейчас попробуем всё-таки подслить некров. Да, полилевел мы по 13 уровню у нас сейчас, так как у Антонио левел поднялся из-за того, что он много выигрывал. Ну и что ж, Антоха, ты готов дополнительный раунд душить? Иди, Амбри. О, дэмэджа вообще не нанеслось. Ты видел? А почему за некрономико дэмэдж не нанёсся мне почти? Что я не обратил внимания. А тогда прям очень сильно дэмэдж нанёсся. Ну, тем не менее, вот такой вот вышел файт, друзья. Но, наверное, Антоха, перейдём уже в лейт, да? Да, пора бы. Пора бы. Или ещё раз такой же дополнительный. Ну, знаешь, этот раунд интересен, что, блин, тут может и тот, и тот выиграть. Да. Ну, давай ещё один, лишний будет. Ребят, ещё один док. Я не могу меня убить под той куболом, чтобы не прожал манго. Да, 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 да. Именно убить, чтобы не прожал. Вот. Тосяк. Так, друзья, дополнительный ещё один, первой стадии. Антоха, ты готов? Ди-и-и. Поехали, выпускайте ручков. Молнии пошли. Так, подожди. Я пошёл. Подожди, манго пошли в ход у меня. Стой, ты куда пошёл? Так. Блин, ну это всё равно прикольно. Знаешь такое? Ты начинаешь его отманцевать и всё. То есть чуть-чуть не хватает, а не добиваю. Ну ладно, ладно, фана. Так, друзья, ну самое время у нас перейти тогда в лейт-стадию и закупать самое жёсткое. Поехали. Стоит некром фластфитер. Ты чё, диффузиал будешь закупать там? Да и по-любому. Ману я не успею. Ману, мне кажется, не успеешь. Хотя, если... Блин, да можно успеть, мне кажется. У меня армора достаточно, чтобы жить. И ты по 40 маны за тычку, плюс иллюзии. Ты-ты-ты-ты-ты в куполе, мне кажется, быстро сольёшь. Манту тоже взял, да? Угу. Итак, друзья, начинается у нас первая драка лейт-стадию. Антохи тут у нас такие артефакты. Решил он взять себе манту. Да, именно манту, а не то, что я сказал позже. Нам об этом никто не узнает. Ну и, конечно же, у меня тоже тут манта. Пусть немного погадает и посмотрим, что у нас получится, друзья. Плюсики вкачали, всё вкачали. Антонио, ты готов? Да, я готов. Ну, что ж, давайте пропишем минус тайм. Шесть. Петушок кукарекнул. И, конечно же, выпускать рачков. Поехала. Вот это настоящий, иди сюда. А можно критов побольше? Я тебя забайтил, Антох? Угу. Я башу. Хорош. Ну, мне кажется, купол сейчас убьёшь, но у меня ещё рез есть. Тебе надо, наверное, знать, что сатаник прожимать во второй раз. Это единственный твой шанс. Я надеюсь, что я так подхиливаюсь без этого. Ах, шесть. Без башу. Ну, я тебя немного мантой обманул. Закинул. Иллюзия на иллюзию. Ну, пойдёт. Первая драка, ребят, такая. Войду тут... Ну, по теории, Войду нужно убить меня первый раз без траты сатаника. А потом уже постараться убивать именно в куполе и зажать как-то сатаник, чтобы захилиться в этот момент. Но, тем не менее, сейчас будем пересобираться и посмотрим, что у нас будет происходить дальше, друзья. Тебя сильно манта с толку сбила? Ну, да. Я трёх... Я двух иллюзий убил, потом тебя. Ну, в любом случае... Я понял. Но больше так делать не буду. Так, друзья. Это второй раунд у нас сейчас будет. Лейт. Тадди, Антонио у нас составляет артефакты так. Да, у меня так. И, наверное... Будем начинать это всё дело. Ты готов? Да. Выпускай терчков. Подожди, куда разогнался? Ну, я отхилюсь немного. Ну, хороший стан такой залетел. А, сатан пошел, да? А сейчас будет очень интересная драка будет. Ты сейчас фуловый будешь уже, но у тебя нету ни манта, ничего. Мне тоже нету. А, чуть-чуть не закайтил. Это очень жестко решило, мне кажется, сейчас. Угу. Ну, с руки Леорик, конечно. Блин, баши не помогают двойду и бэктреки. Ну да, я просто... Тут два стана и... Да, реально, вот эти два стана, они очень сильно напрягают. Я даже не представляю, насколько тебе тяжело сейчас размыслить то, как тебе это откачивать. Есть стан, который я стопроцентно накину, и есть стан с анимацией, который ты чем-то можешь закайтить. Ну, там, таймволком, например, но это надо очень-очень сильно промикрить. Это реально тяжело. Тем не менее, в драке получилось так, что я выиграл тут. Ну, давайте попробуем next-away round, попробуем сейчас Антонио немного поизвращаться, он пересоберется, и будем смотреть дальше контент. Помнишь, как мы в детстве-то, я все болел за Слардара, и что-то ты меня постоянно войдом принижал, понял? Куполи просто с этим, с тремя рапирами, что-то просто ставил купол. Нет, Слардар все равно сильнее. Я такой, а ты берешь, просто собираешься и выигрывал. Блин, это было, это было прям слезу можно пустить в такое время. Там книжечка у тебя, посмотри, под ногами. Хе-хе. И все. Ну так, Антоха, ты готов, да? Да. Ребятки, немного извращенства у нас пошло, Антонио собрал. Ууу, этот страшно, мне кажется, я не переживу, но тем не менее, посмотрим, как у нас будет все это происходить. Антонио, ты готов? Да. Выпускайте рачков. Поехал. Ах ты, Криса, ля, крик, ты, как иди, вот, собьешь, мне кажется, меня один есть. Ля, успею я? Все, ты не выйдешь просто со станы. Ля, не подрочи толкай. Просто не выйдешь со станы. Не, ну это должно сработать. Это сработает, просто ты сейчас не про микрил, ошибся немного. Сейчас, ребят, еще один раунд, такой же, мне кажется, это будет сейчас очень интересно. Поехали. Так, друзья, четвертый раунд. Антонио? Да, я готов. Пускай дирочков, поехал. Я просто уничтожил сразу. Да я тебе обидцовала, так обидцовала, нет. Нет. Это все, это смертс, по-моему. Я, я не переживу. Просто не пережил. Рассыпал. Ну, прикольно. Сейчас возьмем пятый раунд. Надо что-то против этой темы придумать. Ты готов? Поехали, сейчас будет пятый раунд. Блин, это реально прикольно. Не то, что как в прошлых. Тут хотя бы как, ну, это реально смешно. Смешные эти драки. Так, друзья, подходит у нас пятый раунд. К завершению, к началу. И что ж, собрали мы вот такие вот артефакты против Войда. А что еще против такого Войда собирать? Антонио? Ваши, ваши мечты и ваши прогнозы? Я думаю, если ты прожмешь БМ, то мой покупок будет сбушивать. Ну да, типа, ну будем сейчас пробовать. Ну а че, как бы, ну надо же как-то. Ну что, Антоха, ты готов? Да. Выпускайте рачку. Поехала. И побежал. Наверх нельзя, ты шо? Так, иди сюда. Успею. Я успел это. Слушай, ну мне кажется, все равно тебе надо жертвовать и ставить купол. Иначе потом ГГ. Да. Надо было бы раньше поставить. Потому что у тебя БМ уже там заканчивался. Да. И фишка в чем? Тут такой прикол. То, что у Леорика вот этот микростан с Манки Кинг Бара. Плюс Абисал. Плюс Хелл Фая. Блин, столько станов. Реально тяжело, ребят. Против Леорика очень тяжело Войду тем, что он просто Войд будет стоять в стане. Реально. Я даже не знаю. Если бы я, допустим, был бы на Войде, то как бы я, наверное, себя чувствовал. Наверное, очень плохо. Поэтому, ну что ж. Лейт драки у нас, в принципе, закончены. У нас остались допы. И что нам тут сказать? Ну, я не знаю. Я лично считаю, что с руки из-за того, что вот собрать Абисал, есть дополнительный вот этот баш, что все-таки, мне кажется, Леорик в обычной игре будет немного посильнее. Плюс дополнительный рез. Антох, ты как лично считаешь? Да, я тоже так думаю. Вообще, этот Войд, он такой ситуативный герой. Вот если поставить там, где на троих купол, вот это да, супер импакт. А Леорик такой, постоянно, там делать даже, собственно, что не надо. Просто идешь вперед, тебя два раза убивают или уже много пользы вносит. Да, да. То есть тут даже, в принципе, вот посмотрите на этого Леорика, у него 3К ХП, в принципе. Ну, окей, БМ мы заменяем на ПТ-шку и манту на даггер. А у нас что появляется? У нас появляется 3К ХП, вот тоже, тем не менее. И представьте вот эту машину, то есть в обычной игре вы будете сливать. Конечно, вы его не будете сливать, а он-то будет очень сильно бить. Он просто прыгает и уничтожает. То есть, ну, я считаю реально, что Войд немного послабее, чем Леорик. Но, ребят, ваше мнение обязательно может также иметь место быть в комментариях, друзья. Так что обязательно напишите, кого вы считаете посильнее. Ну и что ж, и тем не менее, мы сейчас перейдем уже к дополнительным раундам вот этой Лей Стадии. И попробуем еще посмотреть, как у нас Войд может, так сказать, выкрутиться из этой ситуации. Поехали. Ну, если я тебя... У меня надежда тупо на то, что я тебя за станы просто солью. По-другому никак. Тупо на это надежда. Ну, так, наверное, попробуем. Попробуешь так, да? Так, ну и что, друзья? Дополнительный раунд Лей Стадии. Антонио, ваши прогнозы? Ну, сейчас, я думаю, ты мне не должен сливать за станы, я проведу. Хотя 1800 хп, а, но у тебя, блин, видишь, это... Броняется. А тебе маны не может не хватить на все кнопки. Ну, мне на манту только, мне манту нельзя прожимать. А зачем ты, да, она нужна, спросит, да? Да. Ну ладно, это стали часто. Статы тупо. Окей, поехали тогда. Ты готов? Давай. Выпускайте рачков. Поехала. Ну, я... Мне кажется, все равно сейчас можешь это... БМ на Next у меня остается. А, тут даже вот так вот. Ну и все. Ну и все, даже так. Даже так. Ван Мо Танги. Так, ну что, доп, еще один попробует Антонио у нас с такими артефактами. 6 секунд, Антоха, резаться твой герой. Сейчас таргет переведи и поехали. Оп. Хорошо. Готов? Да. Выпускайте рачков. Поехала. Эх, я только обисал тебе, повернулся накинуть. Успею. Я успею обисал накинуть. Да. Все. Тут уже. Сейчас тебе будет очень неприятно. На нас напали. Блин, это рановато, мне кажется, нет, поставил. У меня иллюзии бы убили. Думаешь? Критом? Ах. Ну. Барш. Барш. Нет. Я, честно, вот так Антоха и хотел. Чтобы было, победила дружба. Реально. Ну. Ребят, ну, сами видели, в принципе, все на ваш суд. Ну, Леорик все-таки немного посильнее в этом билде. Именно на 1 на 1 заруба на речке. Войд все-таки он такой герой, который реально, вот как Антонио сказал, хороший купол, море импакта. Вот в чем смысл Войда. А Леорик это чисто такие кулачные бои. Ты заходишь, естественно, он тут, ну, как бы немного лидирует, друзья. Ну, что ж, остается нам тогда драка без артефактов, друзья. И, наверное, уже давайте перейдем к ней. Да, I'm ready. I'm ready. Окей. Ребятки, еще один дополнительный раунд. Это чисто так между. Потому что, короче, мы забыли муншард Антохи Баф. Но в теории он должен был также прошлую драку победить. Но победила дружба, как говорится. Ну, давай еще один раунд, Антоха, и пойдем уже без артефактов. Ты готов? Поехали. Выпускайте ручку. Так, это не настоящий. Да ты не того бьешь. Подожди. Не того? Не того бьешь. Слушай, ну, надо БМ нажимать. А че ты убился, тупо? А, смысл. Кайтить. Блин, ну, хз. Хз. Слушай, ну, с муншардом один и тот же исход получается. Что так спит есть. Блин, ну, БМ-Контра. Тоже получается в таком билде в твоем. Ты ничего тоже. Тебе либо четыре с половиной секунды стоять. Ну, да, пока эти не получится. Ладно. Ладно. Окей. Хорошо. Все, тогда переходим без артефактов. Готов, в принципе, да? Жесть, у тебя 1300 хп. Все. Вот это уже лучше. Блин, ну 1600 хп это несерьезно. Да, ну это лавкач дефолтный, да? Как ты считаешь? Ну, и дэмэдж... Да, блин, ты посмотри вообще даже по статам. По статам. 130 на 132 мой дэмэдж. Твой 123 на 129. У тебя армора 13, но у меня армора 8. Но сила 61, 58, разум. Ты тупее, Леорико, слышишь? Ты тупее скелета. Да. Понимаешь? По скелету мозгов нет, а Войда может есть мозг, но он, к сожалению, немного даже поменьше. Не знаю, такой себе баланс на самом деле. Ну, Леорик, смотри, сколько хп имеет. Жесть. Ладно, друзья, поехали биться без артефактов. Антонио, готов, да? Поехали, выпускайте рачков. Ну, мне кажется, вот если вот... Сейчас я хелфайм и буду спамить. Эй, дай хелфайм. Ну, боже, у меня еще столько маны. Ой, я не туда нажал. Вот это вот надо мне. Я случайно основного героя. Но мне кажется... Не сольешь все равно. Естественно, не солью. Ну, блин, я вот не знаю, три раунда, какой имеет смысл тогда вот это вот... Ну, вы сами видите, друзья, что, ну, просто... Тут еще и мой вампиризм, понимаешь? То есть, блин, ну вообще, на кулачных боях, ну, реально, вот, ну, нет смысла от того, что мой герой, как бы, выходит против Войда, друзья. Ну, Войт, в любом случае, вы сами видите, ну, реально, ну, никак он не способен убить Леорика даже без артефактов, просто потому что, ну, вообще жесть. Просто потому что это почти нереально для Войда. Антох, ты тоже так, я думаю, считаешь по-любому, ну, типа, ну, вот это видно, тут только дурачок не поймет, в чем прикол, короче. Сильно зависим от артефактов. Да, Войт очень сильно зависим от артефактов. Ну, давай я тебя сейчас побью, короче, еще раз. Все, ты, гг тебе. Блин, ну это глупо, да, реально? Ээээ, эээ, я не понял. В принципе, вот это должно сработать. Ребятки, ну, в общем, вы видели все сами, но в драке один на один, ну, вы сами видите, что шансов Войда просто нет. Не вижу смысла играть три раунда, поэтому, друзья, на такой ноте, я думаю, нам стоит закончить, Закончить этот видеоролик, друзья Ой, всем спасибо, кто его Посмотрел, кто поставил лайк, друзья Давайте наберем также большое количество лайков Обязательно пишите комментарий Какой же герой все же сильнее для вас Именно, но по факту И в кулачных боях, и в игровом Процессе, мне кажется, Войт Будет уступать Леорику в драке Именно вот, ну, прям тык-тык-тык Если, а так, если Войт поставит Купол отличный На, на, хороший на оппонентов То, в принципе, вот именно это И есть импакт от Войта Но, все-таки, Войт не является Самым сильным, как вы говорите Героем в доте Но, мне кажется, знаешь, кто Проиграет у нас, вернее Кому проиграет у нас Леорик Как ты думаешь? Кому ты думаешь? Одному герою, есть такой, очень интересный Очень быстро бьет Очень быстро бьет В драке 1x1, мне кажется Он может его бьет О, господи Интересный герой, друзья А это же новая интрига Всем спасибо, друзья, за просмотр Антонио, спасибо тебе, что помогаешь писать Эту прикольную рубрику Респект тебе Ребятки, ну и на этом все Спасибо всем и до скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok